Самую громкую машину Сибири выбирали в Новосибирске. Этап чемпионата мира по автозвуку собрал 70 участников из нескольких городов. Затем, как они мерялись с децибелами и киловаттами, наблюдала, рискуя оглохнуть, Светлана Шуваева. В этих состязаниях старенький «Опель» без труда обходит современный автомобиль. Единственное требование – машина должна своим ходом приехать на замер. Усилитель на сабвуфер, вот с этой стороны стоит, то есть усилитель дает в районе 5 киловатт на замере. «Жигули» 1977 года выпуска Сергей купил за 18 тысяч, а звукового оборудования в машину уже установил на 100. Сабвуфер занимает задние пассажирские сидения и вместительный багажник универсала. А вы пользуетесь звуком, вот этим повседневным жизненным? Съедете по Кемерово? «И качаю, да, да. Меня знают в Кемерово, ну как, можно сказать, такой. Как это называть, я даже не знаю. Ну, что, любитель громкой музыки, но по-другому, по-другому называют. Ну, нехорошим словом». Звуковое давление измеряют датчиком на лобовом стекле. В момент замера болельщикам можно создавать дополнительную герметичность, чтобы ни децибела не просочилась наружу. «Говорят, при 150 децибелах на голове шевелится волос. Вот конкретно в этой машине есть 130. Давайте попробуем, как они звучат». Какой бы дорогой ни была машина, участники соревнований говорят, звуковое оборудование в ней всегда дороже, даже если это «Кадиллак». «Хочется сесть, включить свою любимую композицию, Энигму, я не знаю, и слушать ее, вот как будто Энигма играет вот здесь, а не где-то на улице, на микрорайоне. То есть это уже как бы, это свои классы, кому-то нравится так, кому-то так». В соревнованиях участвуют 70 автомобилей. Даже в ожидании очереди на замер из каждого багажника звучит музыка. Неподготовленные зрители глохнут в первые же пять минут. Даже организаторы признаются, что не до конца понимают такое удовольствие. «Удовольствие, да. Вам не очень понятно?» «Я понимаю этих участников, я сам провожу мероприятия, значит я понимаю, я люблю их всех, я для них делаю эти мероприятия, но у самого у меня такой громкой музыки нет». Победители официального этапа Чемпионата мира имеют право поехать в Америку на финал. Правда, транспортировка туда и обратно будет стоить дороже многих из этих автомобилей. Светлана Шуваева, Дмитрий Кабанов, Новости РНТВ, Новосибирск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова